В этом году четыре общеобразовательных учреждения городского округа Люберцы присоединились к проекту «Точка роста». Это специальные центры естественно-научной и технологической направленности, которые создаются на базе школ и гимназий в селах и малых городах. Какие обновления произошли в Октябрьском, расскажем в сюжете. 54-я школа в Октябрьском – одна из площадок, на которой открыли образовательный центр. Здесь созданы комфортные условия для получения качественного образования. В учебном учреждении помимо обновленных классов есть многофункциональные устройства – микроскопы, ноутбуки, цифровые доски и многое другое. Наведение нашему классу очень сильно нравится. С помощью цифровой лаборатории мы смогли более эффективно изучать физику и все физические свойства. Более наглядно, то есть на компьютере у нас выводятся все нужные нам графики и измерения. В реализации проекта современным оборудованием под точку роста адаптированы три кабинета – физики, химии и биологии. С появлением таких классов в школах открываются новые возможности, как для проведения уроков, так и для привлечения ребят к проектной и внеурочной деятельности. Дети получили новые возможности при подготовке к ЕГЭ, подготовке к ГИА, участие в олимпиадах. Точка роста работает на все классы, в том числе и в начальной школе. Потому что привлекая детей с начальной школы в рамках основного внеурочной деятельности, мы помогаем развить любовь к предмету. Работу нового центра образования естественно-научной деятельности в 54-й школе проверил и глава городского округа Владимир Волков. С ребятами пообщались, очень интересно, глаза у них горят, все хотят идти дальше учиться и поступать в высшие учебные заведения. Конечно, для нас это самый главный результат, так как мы всегда будем ждать наших выпускников в городском округе, для того, чтобы они работали в дальнейшем на территории нашего городского округа. В этом году по такому же принципу начали работать 51-я школа в Мирном, 56-я гимназия в Краскове и 8-я в Томилине. Проект «Точка роста» реализуется в городском округе с 2019 года.